начинаем новый стрим с новыми силами все выспавшиеся те кто будет записи смотреть они будут думать что мы реально выспавшиеся покушавшие и перематывая на live там гамбиты уже сидят а да да точно мы уже записи смотрим видят там четыре синих на карте было да четыре синих было класс выйдут это реально можно сделать четыре синих надо чтобы оппоненты взяли в общем-то много всего надо чтобы это произошло но там должна быть тема что оппоненты воруют у вас два синих потом вы убиваете их как раз примерно в то время когда появляется два синих и снова вороте два синих теперь вы уже и получается четыре синих а можно один синий вплоть до конца игры держать и попередавать тут обратно напомню были такие там гуляющие дабл баф и там бывают просто держатся и передаются каждые четыре минуты туда-обратно и все и держим его до конца игры изида ты тоже лоллерша у нас есть изида деда счет ролик из иди давайте посмотрим на изиду уже изида это реально типа девушка играя варкрафт и пасьянс больше никуда тыкнуть нельзя ее зовут анна приятно всем познакомиться с анной у меня дропа опять идут хреново 44 дропа на 2000 макер типа девушка я говорю потому что в общем-то всех про геймер и хавка я бы мы в общем-то всех уже знаем данным да тут мы все стримеры в общем-то знает всех всех девушек которые есть на год гейме а те которых мы не знаем это либо изыды изыда там же эти банны пошли ладно давай да 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 я правил сейчас дропа смотрел их будут идти дропы дальше там почему инста пики вауауа быстро быстро хотят до у гамбитов горят билеты домой оп 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 алексич просто мстя и будет моя страшна сразу взял твист от фейта буду опять дэмэдж вносить буду сплит пушит хотите сплит пушить получите сплит пуш все уже спят на самом деле все устали последний на вот фрогина никакого энтузиазма нет у него на лице будет вам уже вообще просто как упору ты сидит еще играть я джарван мид короче пацаны чувствовать вот гаммитом в этой ситуации не только одна игра была это была игра самая последняя не может там вообще приехали нас может быть да не под конец вот и волде не стан тяжелее всего у них от первая игра дня практически была там одна из первых игр меня но там в третье видео они играли вроде бы и они сыграли причем крепа бы давал интервью очень много после первой игры давал интервью так далее то есть у него как и потом постоянно то есть он туда вообще приехал сейчас он вообще левый игрок арифизак давайте на эти баны обратим внимание кого типа забанили у фрогина у него открыты какие герои не так много открыто если так посадить просто как то есть от фейта забрали отдали снуки джарвана мне кажется там будет ариана сейчас от фрогина она хорошо входит в комбинации ракеда выгодно трэш забанен и и веренка которая была забанена улыбается обойдал ну там же нет насоса да но там же нет насоса фрогин то на это ой извините снуки то на этот раз будет за джарвана сейчас вы там аккомпанилили в прошлый раз и она вы же так думал ваш план был что-то пошло не так но в этот раз и у нас 300 фейт типа знаешь что хотя тогда был теста стоит с касс одином возможно сейчас тоже самое будет я забыл еще касс один есть гамбиты кстати по ходу тоже всегда касс 1 забывают этот герой алексич для его гнобить на линии но дальше он все равно где-то расфиживается эти игроки умеют даже будете загнобленными выбираться из этой пучины так давайте посмотрим лагает или не лагает пишите пожалуйста ребят бродил дропа больше не было вроде дропов больше не было есть смог рассказать и не фейк написала из вида но извини аннушка просто кроет ребят о там картус от крепа вот карту смит рерва 3 raw аргу давайте посмотрим здесь картус хорош или нет опять зира опять теперь который будет со спины 300 который будет выискивать где-то его пить и на самом деле не самый лучший картус моргиве взяли лейтгейм да и просто не лейтгейм у них триггер и лайт ну ладно крепа если считать тоже light game он как раз видишь старенький такой сидит засону кто-то уже подушку дать к пацаны я плед не взял ногам холодно один водил бодрячком походу потому что генжи у даже руки на клавиатуру не положил уже все подать зачем нужно контролить я уже столько раз выиграл bot lane пора вам начать тащить думает а генжи генжи кстати часами может повыситься из-за этого и он реально читайте богом там он выигрывает серверы команда говно все время молчит и все он грустно положил руку на qw алексыч готов воевать все нам показывают монобровь подвыщи полстойком чуть-чуть ну может а ракурс был не очень а вот нам викида показывают который мы не могу я уже игры тут тошнит меня от лова почему вы делаете вообще такое дне но на этот раз я же не нас все хорошо должно быть евелинка вроде не страшно этого нет парня забудьте его и по просто не существует в своем мире сейчас я не заговорил заговорил ладно шутки в сторону давайте болеть за гамбитов 19 20 21 22 23 24 окей нету теперь как против фанатиков куча даранов не набрали алексыч еще с ботинок начал гамбит и уже не по стандарту немножечко разбегаете ну чуть-чуть не по стандарту войдолус хочется агрессивный вард поставить немножко они он в прошлый раз 5 тоже такой же агрессивный поставил на все заняли позиции генжи видят дерево пить и его отсюда гонят гаррион прогнал зики да вообще у него мячи светится это с кем такой просто да на томске не она стандартно можно светиться так как здесь а здесь такое пищение как будто нужно в руках молнии зевс типа зевса да и там позвать вам и на флага кстати снупи начнет с красного это значит опять сло происходит так и слушайте его опять теперь могут поймать на синим они делают свап синий отдают и веленки снуки берет себе красный нет они лол они это делают они это делают ребят сейчас все расскажу я тут следил за фрогином за его соло кушечка который он играл и у фрогина появилась идея которым со снуки продумывал это ему отдают синий за картуса они идут воровать синий и они действительно идут воровать синий у наших успеет ли даймонд не успевает пока толкают ну ну за смайти сайтил и флеш два флеша сняли и забрали даймада синий и синий у картуса вот так вот и синий без эвелинка эвелинка без синего а нет не отдали и забрали не забрали а почему ну ладно немножко я удивлен почему они не пошли забирать его и сейчас ну окей тогда ничего не изменилось просто эвелинка заберет здесь и не она смать не потратила лучше только потратили все ударе на проблемы но сейчас волков заберет и бэкнется ему норм все синий забрал даймонд что не понял их не только время выиграли на этом дикит должен был помочь до конца до упора потом пойти волков зафармите с рекордится но это моя идея вот если вот ел воплотить дальше идею сну ой не ступите фроги на соло кушки дальше он бэкается на базу возвращается и фроги на счастье у него синий убегать ничего не потерял потому что ну там никто не пушит сразу линии мышцами это знаете прекрасно а тут идет сму и здесь запушился линия дарим еще получил третий левел ему левела не хотела подошел по третий левел это да 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 он же не забрал там до конца и заходит заходит на топ все же будет зарядить сейчас будет дайв не шен идет до упора ничего не знаю пацаны мне здесь норк таунти таунти снупи начинает избивать его накинул игнайт минус флэш делаю стверсблаз здесь еще один флэш барьера все самой выжили но очень много не истратили экзост флэш барьер флэш очень много не всего истратили там это не забирать я лицу подходит сюда но но это если бы они продолжили дайв алексич подходила но не отошли на секунду x по отходит вся на здесь просто реки до прогнались линии никакого дайва не было просто прогнались линии и яйца у викида не хватает у нее то есть пассивка совсем прогнались а совсем прогнали с линии скажем так теперь ополевать у нас пока снуки на топе не спокойно гоняем викида крылышки ему подрезаем и кстати удивлял что он хотя там у него у него то там то нет у нее столько прыжок и даймон тут как тут теперь он прикрывает на всякий случай ушел даймонд синик даймонда очень много времени ну ничего не делал со своим синим викида отправили домой увидят ли это войду увидел интересно будет они запушивать или дадут линии теперь откушаться потому что она может отпустить получать 3 только нечем там нам не показывает на бутоне что происходит пушит запушиваю запушивали они все это время линию снуки и заходит в нож наши джангл и ставит вард вот этот ничего давать не будем ходить и кроме если будет забирать и веленка в райтов и тогда это можно этим воспользоваться снуки на самом деле казалось бы такое epic начала такая потенциальное начало но тем временем даймон уже 4 его даймон на топе очень много получил экспы которые на вики тоже не получено вот часики 4 дарья нуки не 4 еще но я думаю там совсем чуть-чуть ему не хватает до 4 и даймон здесь вот и а варда нету нет бэкается линия каким-то образом магическим каким-то образом все она пришла сюда вики-то расстроился пошел бить волков пошел лица бить волкам позорным 4 вот дарьян получил щитком крепы там защищается но крепа неплохой дамы по нему снова заходит не видел дарьян этого я как он увидит у него варда нет но у них не откатились флэши до сих пор нету барьера нет экзоста но и нет и гната соответственно ударе но не все еще есть там другое дело что не клавала стали вы считаем как почувствовал что могут такое сотворить заходит визит это ульте даймонд выживает выживает даймонд убегает ли он отсюда нет не убегает скорее всего сюда легче сюда вольтует алекс минус и лупит хорош алекс кило алексичу один в один там килл я лупить и достался до заметил мы сейчас увидим уметь обличку нам покажет ты заметил но по-твоему заговариваю лупите 2 кило уже 2 кило лупить и конечно хотя божечки не очень хорошо но афрагин продолжает фармиться на чем и делать но сразу сюда варус прибежал кстати как интересно они сделали чтобы не не умер ни один крип с этой линии сразу прибежал варус всех 6 крипов заберет а здесь тем временем ничего не произойдет страшного спокойно войдал может даже техните крипов забирать себе что он и делает даймонд синий скорее всего себе заберет нет алексича дает здесь дарина проблему он слишком урок ценит и опять следует идет у него есть флеш есть мне не решают не продолжать 5 лево снуки скоро уже шестой даймонд ой интересно 4 не 5 и 6 даймонд посмотрите как плохо услуги все получается ну правда здесь далее она вики 5 дарин 5 все норм кстати дарья ничего еще не купил принципиальный парень не будет ничего здесь инвейт на синий балл он его выиграет он поставил варты и алексич тоже здесь здесь сидит уже крепкий что будет нет ничего не будет гребать будет есть там пинг поставили выбили и вики сюда приходит врывается в даймонда даймонд не ультует и правильно делает неизвестно чем это закончится потому что у нас здесь трое их потенциально четверо и тем более сливать ульту в одного это немножко неправильно когда там рядом еще куча народу правильно манси правильно то что неправильно правильно то что неправильно пришел даймон спокойно свой красный тогда забирает снуки даже было обидно он надеялся на вот этот опыт синего бафа но из-за того чтобы всем селом пришли с этого синего бафа даже опыт не получил там фроген забрал себе сам синий начал наполовину с ним поделил был рядом крепость нему нужно на 3 поделил и по-моему даже вики тоже там опыт получил с этого синего этот синий разделился на четырех игроков и внутри все еще четвертый левел его почти красный забрал там посмотрите что с ним делает красный красный унижает снуки сейчас я лупи здесь стоит уже один на один против шина сейчас спокойно фармится тем временем правда варусу помогают здесь он тоже фармится за этого так вот интересно они сделали и даймон опять здесь заходит вар стоит он это знает и ультин они выставили на сумку извини и лупите не надо стоять один ультах не куда или это на бот-лейн подожди на бот-лейн может это нет нет это просто был ульт в надежде что убьет дарьяна но нет вот так вот и тут даже не картус виновата виноват здесь по пинку будет уже даймонд гуляет по пинку по району своему уже все чувствует свою силу силушку богатырскую и велинскую здесь бегут на алекса но он должен был неуклюжий да и кто там фроги на неделю до туда ползти он же без ботинок он же и без ног если вы обратите внимание в этих в халате только что из бани тут врыв будет нет вот эта битва сама по себе опа подходит ульт и пассивку снимает два килла и скорее всего оба генжи достанутся нет шэн забирает все килл приходится флэш тратить ну чтобы здесь врыв на алекса как сделает стан но экзостом был и он должен бегать прыгает просто кидает игнайт и пытается убить почти убил если бы не от флэшился фроген он бы я думаю его убил но пришлось на алекса истратить ульту сноупе флэш сафрогена который нужен для им файта и экзост кстати о папа а он там о папа кушка флэш аут и опять опять услышал снега от верной смерти кончится у них скоро флэш или не могут быть флэши вечными панта pink поставили дрэка не заберу теперь алексич умер репорт алексичу за фит но алексича лучший фарм нашей команды в то время как фроген это какой-то божило посмотрите я вам говорил фроген не так прост но алекс фрогена нормального героя он начнет гнобить я у него 130 уже фарма против 100 играет могу дрэйка но все же все все же это алекс который уже два раза ултил в результате он сделал два кило и не забывайте что у него пассивка ему лишние 400 голы где-то дала уже плюс еще дрэйка сейчас он получил еще 150 голды здесь вышка умирает на топе дарья ты видел себя далее он такой расстроенный был там по лицу просто читалось слово из пяти букв на яйца заканчивающиеся просто прочиталось она потому что у нее так 38 фарма еще и таварку у него забрали он расстроился своими этими походами хотел сделать воровать синишь да вот по тайминге приходит на синий ждут они алекса здесь даймонда да даймонда скорее всего пинг поставили сами спалили здесь и еще будет перепрыгивать приход дайв втроем на алекса алекса забирает в ответ заберет нет нет вперед не хватает в дэмиджа и ультит не успевает 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 при за это прервать ульту прервать то ульту успел то мы тут востоку пошло вот не знаю генжи дамаж дамаж как боги не хватает дэмоджа генжи нет у него ничего 90 фарма что вы хотите еще опять и на таких лалах но алексич уже скоро воскреснет 5 секунд у него есть ульта он если с хом гардами он может тут забрать кого-нибудь нет нет не успевает них нет ниже он с хом гардами он купил он кликает типа где они как они почему они и не ультует нет все все передумал они там вар поставил он кликнул типа поставь сюда вард зири все-все я понял кликал для этого типа если они еще на нашем синим то я заберу кого-нибудь но это мини камбэк атаки во первых они вышли по голде вперед до этого гамбиты шли плюс тысяча ну там не тысячи там где-то ну да была тысяча потом таурку забрали деньги сравнялись и сейчас вот сейчас опять ну сравнялись снова сравнялись генжи просто еще не было это мы посадить у генжи 3д рана и бф у нее ничего еще не было был бы у него блаттерстер уже там бы болен дэмэдж но не хватает ему денег на блаттерстер у него нет киллов там три килла уже увы не пристан фирсблад был сравнивая закупы конечно крест этих раз 3д рана а там плащ плащ 400 голды типа тогда разница но мне там больше чем даймон здесь бегает больше всего хотел по своей территории до тромал ночь это да ну нафиг это дело снуки получил и на трокс а трокса нет пассивки и здесь пассивно на ранешние сняли это не уходящий уже весь а тронс но алекс разбирает килл он тут даже такое впечатление показалось на секунду что алексич хотел оставить килл шину так выглядел а потом мы решился же карточку кинуть а может так показалось даймонд на даймонда ульту решены врыва даймонда не знаю стоило ли оно того алексич то не придет хотим потихоньку здесь алексич подбегает дали фроген должны забирать не снуки снуки тоже убирает лол они затаймили ульту фрогена они знали сто процентов что ее еще нет и можно вот такой делать дайв а ульта вот там секунд 15 осталось ему и она откатит он по флэш а выду ульта это не воду красава ты видел как он сейчас отлично сыграл флэш е ульта до свидания ел у пети это слишком силен а флэша у него не было барьер он истратил барьер он не помог не помог барьер слишком много дамаги там еще и ульта и все пошел бухать дарья нужно все можно пить пацаны а блин я же не умер надо играть и врывается на две тысячи уже вперед за счет вот этих своих но это они воспользуются тем дайвом на том дайве они что потратили фрогена все потратили и у фрогена не было ульты сейчас они воспользовались этим дарьян что-то как-то сначала хотела дать страйбушить и варсить потом подумал мне нафиг не пойду туда там то есть интересная тема получается с эвелинки ульта шена эвелинка выбегает кидает свою ульту и в это же место потом может затаунтится шен это не там у вас щит на эвелинке за счет ульты и за счет вот шена ее не пробить опять опять хотят девешник сварить то же самое тот же самый такой же дай она на это раз чуть умнее не успевает забрать вар кстати пинг успели 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 а ворусы оставили внизу в одного денежку у него 20 ему норм уже по форму начал перегонять войну здесь будет что-то походу дарин барзеет все нормально смещать сюда война деньги тоже начинает смещаться они видели то что и лупит пошел там красного ворду который стоит интересный пинг стоит это видимо против крепа потому что крепа любят вот в то место ставится такой нестандартный вард вы его из дракона вроде не видите и если синие заворзели тоже не видите да и вот сюда проверил здесь нет никого но ульта дали она совсем не скоро неужели будет делать совсем нескоро может четырех у может реально в четырех как за ультить если хорошо зайдет другое хочет ли он это я не ждут ульты дали на тупо ждут ульты дали на во в стенах взял пуврочек полегче такой даночный плохой там стоит надо выбить тут вард и дрейк сейчас будет чем в чем тайминг неправильно и уже хороший начинает начинают врывается даром а то не было там генджи тоже ультит а алексич живи алекса блин алекс не выжил генжи убивает конечно же варуса но он теперь мой отсюда не утенул от флешивается ульта и смотрим что у нас ничего у нас шанс пас генжи и войду здесь проблем будет вообще все время там бил бил и бил 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 он там не заканчивал сражение то есть все уже разбежались один войду сражался скрипом до конца с соной флеш-флеш-таунт и минус получилось да минус еще генджи забирает ой а куда снопи-то прыгнул зачем генджи немножко промазал по-моему чуть-чуть подальше а он все равно его заберет походу смотри да забрал отлично даблокил генджи он красным попал и это замедлило викида и поэтому могло показаться что викид зачем-то там разворачивался но это не значит и просто 5-3 но сейчас там идут егэ сражаться за этого дракона там только война пока подходит викид на подхвате для успевать должны успевать забрать дрейка успевают и теперь надо просто уходить отсюда просто уходить генджи кидает автоатаку для замедла но здесь флеша взрывается викид и это минус генджи алекс пришел блин там не попал картами карта это не бывает здесь опять еще один алекс уже здесь не выживает нет выживает еще карту попытаться в него попасть не угадываю куда попал стенки причем алекс еще попал своими картами еще и по его лупит и лупит он прыгал прыгал и прыгнул там карту не знаю как то можно просто бежать не пытаться даже желтой желтый красным остановить их крепы воруют да в наглый ворот они тарку на этом выиграли но здесь видно ребята вошли в азарт какой-то всем нравится воевать то есть никто не пытается играть сайфово явно видно все бою ой снуки наверно расстроился сейчас какого хрена вы делаете крепы ты видел там было написано плюс 30 крипам да написали я не обратил на это внимание ну крипы посильнее станут теперь следующие крипы тролли да вот это вот сейчас вот то что крипы убивают ворды порой так смущает немножечко втроем избили его просто избили три удара как раз по ворду но с вами на вот сначала надо было в арт поставить потом флаг кидать он кинул флаг сагрил их вот он поставил в арт на себе забираю солянку себе еще ни одного и темы сдамин стоит да я настолько увлекся игрой что давайте посмотрим что то у нас по этемам по этемам у ювелинки пока еще ничего нету сильного такого описал я думаю будет у него последний айтем забирает вышку и у него нет пассивки не знаю это помню злигет убирает 10 генджи попадает и слупи не может отпрыгнуть флаг чуть не сработал я не понял почему не сработали выше потеряли двоих здесь еще алекс ультит но на пробу лет чуть-чуть не достает чуть-чуть страшно было лететь дальше либо рейнджа там не хватило если он прилетел дальше могли бы уступить наше сейчас не рискнули барона брать забрали джанглера забрали и обрывающихся роге на ульта да и укроп тоннами из-за этого испании слили еще ульту креп и я думаю на вода подставы от даймонда на тарку будет нижнюю забирается там фраген уже шапку себе собрал алексич бэйн и алекс пока хватило то 800 голды он купил алекс алекс опять играет фаната властин вэндом мне нравится что война все но идет чуть-чуть впереди по итемам у нее всегда есть уже вот какой-то айтем закончена здесь генджи просто он играет он никогда не продает до ранг если он не можно и другое это как бы логично ребята на самом деле это логично поэтому там у генджи может быть сейчас уже две тысячи в инвентаре тысяч но он ее не тратит если он на инфинити идет но он ее не тратит никуда пробивает ульты у него нет но спокойно здесь гуляет под прикрытием только там без кп поймали но даймонд его защитил и тут фраген пришел защищать уже своих дурачков которые попались алекс забрал вышку здесь снуки бегает алекс но он думал вместе с вики дома убивать алекса пока там не не попались все даймонд по ворду прошел но он невидимый не знает вики ты джарван что здесь алекс будет они вдвоем шин у них есть шин у них есть на плече если что да ну там уже остальные гига подходит свалили даймонда он сам включил скорость и побежал он боялся что он вообще по ворду бегает на доведет очень жидкий посмотрите у него все 1000 сколько 1000 я не понимаю 400 до 1400 хп у него всего лишь почему хп больше становится скажем они у нее 1900 я не туда не на цифру смотрю конечно 1900 у него тогда не такой жидкий как я думал уж она просто где-то уже 2700 как то так наконец купился санфайр далее алексич уже жени вот так вот на следующее сражение не хватает только варусу что-нибудь прикупить и у гамбитов будет на самом деле уже получше айтемы просто его в джиннис и вот те деньги которые они когда-то лидировали они их истратили на вот эти айтемы но с тех пор у них добавилось вот аегис добавился у джарвана и в общем то все и чашка на sony все больше у них ничего не добавилось с тех пор вот так вот ребят но у нас еще купил слогим что купил мерки на вроде были у него мерки нет не было просто шапка в бэк эти снопи возможно у него уже локит есть а дрэйк через сколько мы не знаем алексей пошел на том бы ну есть что отпушить и даймонд бэкается возможно уже обисал есть на базе потому что давно у него эти атома может ботинки просто хочет ограничить сапог тоже не ближе нужен да у меня сапог буквально инфаркт надо дрэйк 15 секунд остается алексей запушивать то чтобы кого-нибудь манить туда кого-нибудь за собой утащить и может вполне продолжать просто он может спокойно менять полу дрэйка вот этого полу дрэйка просто если они начнут брать дрэйка алексей заберет а нет он спускается вниз алексей идет вниз он прилетит сюда первая кушка прошла по четырем алексей ультует даймонд стучать и городе врывается в них смотрите от хорош украл украл он хорошо звучит там все за утрета но крепу тоже отъезжает видит с пассивки уже воскрес убивает добивает его арена убивает дарьян убивает и лупит тоже умирает как интересно наши сражаются все кого наши не убили это фрагин то есть будет без маны но с ультой но с ультой до ауте ты вроде надо но за ним бежит шен а теперь уже он и не верит что если он ультанет то убьет ну потому что там не факт что убьет даймонд даймонд уже мог за это время стрекольца на базу что дракон и дракона засматил красава вообще оплосы оплосы здесь надо делать ребят и очень недоволен крепа происходящим а затем что произошло начало битвы наши денежка проиграли за того что дальше алексича в себя вобрал четырех игроков идеально ульта генжи вошла идеально ульта ульта воидла они по четырем игрокам прошлись ну и дальше начал раздавать уже даймонд который все еще жив генжи который был жив по-прежнему но и дарьян сам файра пробивал и пробивал алексича 12000 против 9700 а вот то что стало по фарму он уже нагнал плюс пассивка пассивка ему дала тысячу уже почти почти 1000 250 на 4 у нажать примерно столько примерно на четыре надо умножать там плюс-минус там 100 галды до дома но это не так сейчас или снова на топ у него это почти откатилась уши на далеко еще дольки и на него бегут пятером олегсич и нет вардов он сразу как-то догадался и пошел вниз он увидел то что и блин нет 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 варус нет нет не спалить пожалуйста генжи только не спалить что ты вниз ушел все что надо сделать это не спалиться что ты внизу просто алексич ой как он во время алексич ультану во время а вот даймонд здесь понимается но знаю не нужно было спать зачем зачем они сюда влетели подошел подошел уже генжи уйти но не хватает до мэйджи конечно не хватает у них даймонд умер на ровном месте и дарим просто убежал даймонд бежал они это был мискоммуникейт небольшой да они думали что дарьян за таунтица в них в четырех вот этих игроков которые в кустах сидят аналин как раз под таунтился и еще его вы на кандем но да и он там очень долго отсиживался они пошли брать барона пытаться брать барона 9 секунд до даймон до 20 мой дарьян да что ж такое это минус нашел реквием был бессмысленный ну окей минус ли на шор как-то сюда подходит здесь рядом войду войду но они ульту не за не забрали барона чуть-чуть почти забрал ела пить его пить и начинает отхилить подходит генджа кидает пушечки и не попадает они доджит ее надо пытаться крепко ему забирать и алексич уже на полпути нет они забрали уже барона все может надо было агрессивнее вести сейчас себя и себе генджи по-моему надо было тупо агрессивнее тени барон намного важнее чем твоя жизнь здесь была войду сделал все что надо было он оставил им очень мало хп но генжи не рискнут дойти просто его смертью а ничего сейчас не решила вы бы он мертвый не было бы мертвый а если бы хоть кого-то еще забрала если бы а если бы и бла-бла вы поняли идею затрувили это немного гаммит пока застроили с мискоммуникация на серьезных впереди но с мискоммуникация затрувили даймонд сделал врыв считая что дариан походу вот это вот так вот было считаю что дариан туда пойдет за ним засчитать ударен там как раз пятиликсель за таунте туда прыгнет алекс карты на такое надо было произносить слух иди иди до конца таунте и все на пофиг потому что он не пошел алексу льта ну ладно 7 5 тысяч преимущества гамбитов ультует алексич туют врываются они здесь но опять даймонд впереди планеты все не успевает генджи попадает ультой опять по всем хорошо проходит но здесь алекса забрали уже никого наши не забрали под бароном без башни воевать что-то мне этот план не очень нравится вообще никого не забрали войнула даже близко здесь не было у него тем более не было ульты и вот это уже по моему это как раз то что мы с тобой сегодня говорились команд начинает проигрывать и начинает сейчас так вечер жутко тупить вот это была жуткая тупость сейчас не было ульты воидла его не было вообще-то то есть тут даже не обувь его ульте идет речь его вообще там не было он физически не мог там оказаться какие идут заканчивать конечно так они закончили все 15 секунд хотя нет вот войл сейчас ультит раздамаживает промахивать с ультой креп забыли элджинисты что здесь еще ульта и твойла какая разница все джи-джи пассивка снимает войдут полегче под фонгардами влетает забирает одного на вики переводит я просто на пофиг на долгу такие днища как так можно глупо глупо проиграли они могли еще выиграть даже когда у тех барон был все что надо было сделать это подождать воидла вам нужна воидла ульта почему вы это делаете без нее и гэ не верят своим ушам своим глазам и действительно для них эта игра жутко тяжелая была они потихоньку потихоньку начинали сдавать 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 позиции ну гамбиты в плей-оффе будут опять с кем-то играть сейчас они будут играть с непами кстати говоря на самом деле за ну да типа кто из нас займет шестое место они шестой альтернете ты нас займет пятое-четвертое место ну здесь по моему уже вообще по моим команду будет совсем наплевать на битву будет за второе место да и вернули а у игры не реванш еще возьмут фантиком сейчас играть с севал джиннилсами чтобы спать пошел до идиот из ливи тут чатик началось мнение ребят это 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 не вылет просто еще раз еще раз вам напомним игроки как и мы десятый час уже там сидят они усталые все усталые причем у них интервью берут и им играть надо они готовились только к двум играм большинство из них сегодня готовится к двум играм габи ты вообще к одной игре готовились вы проиграли игру против фанатиков и так расстроены и еще им надо на перегровки идти после такого вообще очень тяжело эти играть ну а здесь да было миск коммуникейшн бароней возможно после этого просто рыцат о к было что-то по типу было даймонд говорит какого хрена ты там не сделал town он говорит какой смысл делать там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла он говорит ну у тенула бы на меня у меня не было ульты бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла у забыть и все плевать что война нет рядом пойду с базы только пацаны вы чё к и чё вы делаете куда то Ну вот так же, сначала только Дарьян сказал, пацаны, вы что делаете, а теперь Войнел сказал, пацаны, вы что делаете. Да, ну и все. Больше уже делать и нечего было игре. Ну, они хорошо провели начало, но потом просто в момент все поганили себе. Зенок, кстати, правильно говорит, ДФГа понерфили из-за Эвелинки. Сами Эвелинку понерфили и ДФГа понерфили только из-за этого одного героя. Вот такой вот парадокс. И как раз это было все из-за того, что Алексич играл на меди-эвелинку. И этот бурст, который он выносил, плюс этот роум от нее с ее нереальной скоростью передвижения. Готовились, не готовились, а не про или школота? Ты идиот? Ты идиот? Вот мне тоже хочется вот так вот говорить. Потому что давайте, окей, про или не школота, заставляют команды футбольные играть и играть и играть. Какие-нибудь дополнительные матчи, дополнительные пенальти и так далее. И там берет и бэком вообще по воротам не попадает. Че ты, блин, не готовился пенальти пробивать? Да, я не готовился пенальти пробивать. Я готовился 90 минут играть, а не 120 и потом еще пенальти бить. Точно так же и у гамбитов. Они готовились к одной игре против определенной команды. Не получилось. Теперь их заставили, ну не заставили, по правилам надо дальше еще играть. Причем тут футбол. А что, в футболе школота играет или не профессионалы? Что за глупости вы тут говорите? Вот тут бегать 90 минут или 40 минут сидеть за компом. Давайте там, да, полезное просто сравнение 90 минут или 40 минут за компом. Ты посиди давай 40 минут за компом, достигни их уровня, хоть чуть-чуть забей. Да, не агрессный идиотов, береги нера. Спасибо, Мэнфис. Они должны быть готовы ко всему. И Бэкхэм должен тоже быть готовым ко всему, а не промахиваться в чемпионате мира против Бразилии по пустым воротам. Нет, ребята, они вам ничего не должны. Да, на самом деле они вам тоже ничего не должны. И Бэкхэм вам ничего не должен. То, что он там промахнулся, это его проблема. А Бразилии стали тогда чемпионами. Мне, кстати, это из реального события вам беру. И Бэкхэм тогда как раз сказал, я был очень усталый. В интервью у него брали, он сказал, я был очень усталый, я не хотел бить пенальти. Меня заставили. Я не помню, кто там был тренер в сборной Англии, но он заставил. Тогда Бэкхэм и бить пенальти. Просто Даймонду пришел борщ от мамы. Возможно. О, Крепа такой, ау, я могу еще раз дать интервью. Мы тащим бы. Мы не хотели против нас, мы не делали на уровне 1. Верно, мы сделали целый план. Мы вернулись к огня, когда мы следили, но мы действительно называли их. Это было как герои. И мы сомневались. Мы битьли флажа, а контент не отбирали. Мы никогда не сомневались. Вы тоже пишет, что он шарин, это все проблемы. Я не знаю, что мы не обстрели. Не заберу, что мы не обстрели полностью. А здесь они вышли в плей-офф. В начале, в начале, в начале, в начале, вкатал несколько раз. Он говорил о двух фрифайтах, чтобы понять, что Эвелин всегда делал то же самое, что отзывая. После этого, мы решили, чтобы инвестировать больше пинков. Я даже не забыл на Руби Сайтсона, и я играл за 4 раз. Фрис, примерно мою шутку, только еще более жестоко ее цитировал. Он сказал, типа, плак, в 7 лет не плачет уже. А Фрис сказал, плакал, потому что кушать хотел. Да, не продолжат сейчас. Гамбиты сидят уже, никуда не уходят, им еще 40 минут надо сидеть. Это ваши проблемы. Чешка, да, молодец. Два годика было тебе, Хавка. Ты какого года рождения? По-моему, ты 86-го или 87-го, как-то так. Ну, я не знаю. Вот, кстати, давайте зайдем в профайл Хавка. 90-го. О, в два годика точно кушать хотел. Что там по футболу? Требуя объяснений. Не такой старый, ну что поделать. Школька... Фиии... Мы не дослушали крепые интервью. На самом деле, пофиг было. Я даже не слушал. Он сказал... А, нет, сейчас будут фанатики Сига. Сначала чемпионы играют. Матч за первое, типа, место. Что, будем или нафиг? Ну, Гамбиты-то все равно будут играть потом. Да, тут мне даже отдельно пишут. Гамбиты тащат. Такие engage полезные. Давайте перемотаем. Я хочу это еще раз видеть, где был Voidal. Потому что там, где он был, это... Ну... Его там вообще не было. Так. Они с бароном вроде бы уже... Да, вот сейчас будет. Смотрим, где Voidal. У Voidla нет ульты. Он должен это, как бы, сообщить команде. Ну, он не должен это сообщить команде. Есть зеленый флажочек, зеленый кружочек, который горит. Вы можете обратить внимание, есть ульта или нет. Он готовит, как бы, нормально все. Расставляет варды. Все ему норм. И сейчас гениальный план. Там... Матягаются друг на друга, матягаются друг на друга. И будет гениальный план от Гамбитов. Опа! Где Voidal? Voidal за километр. Он рядом... Ну, вот Voidal подошел. Кинул в Снупи. Не попал. Продолжает дальше кидать в Снупи. А ульты-то у него нет. Вот сюда вот ульту его кинуть. Вот. Нажимаем паузу. Вот сюда кинуть его ульту. И можно делать даже разворот. Реально можно было делать даже разворот. Вот. Потому что до Генжи никто уже бы не добрался. Снупи уже убегает от Генжи. У Викида сейчас откатится, правда, прыжок. А Даймонда... И вот не знаю, у него нет маны или что-то такое. Походу у него нет маны. Да, у Даймонда... То есть у него не было маны, и он еще хотел какую-то инициацию делать. Но он не мог сейчас всю ману истратить за одно сражение. А Дарьяна пробили. Войдл с фулл хп убегает. Ну, все, врыв. Зацепили. Зацепили. Убили. Войдл всех зарутил. Тем самым спас жизнь Даймонда. Но был бы Войдл здесь поближе как-то, и была бы у него ульта, все по-другому могло решиться. А это надо было просто подождать, пока они сами подойдут под нашу башню. Виви, тебя там обидели. Меня обидели? Воу-воу-воу, полегче. Что там по футболу? Нет, не то. Пытался найти, вежливо ответно получилось. Думаю, идиот. Ты раз не доходишь, это что... Не понимаю. Так, чему это было вообще? Боня и бомби дальше. Не, он намекает, что они должны были быть готовы. Они же про, а не школота. Да. А я тебе еще раз говорю. Бэкхэм не был готов. Бэкхэм про, а не школота. Но он не был готов. Он это официально сказал. Я устал за тот матч. И не смог забить пенальти. И нехрен на меня гнать. И здесь нехрен гнать на нас. На гамбитов. Потому что все они усталые. Evil Genius'ы были усталые. У них намного лучше могла идти игра с самого начала. Но они зафейлили. Слишком много было фейлов в начале. ЕГЭ не особо смогли играть третий матч. Просто гамбиты сильно запейлили. Они играли очень уверенно. Но в конце запейлили. Причем два раза подряд. Так что Таро. Вот правильно. Менфи, я с тебя банить не буду. Ага. Аааааааааа. Ты сообщения дали хотя бы. Ладно сообщения. Я тебя предупреждаю. Ээээээ. Ты чё тут? Батоны кроешь там моего пацана на Таро. Таро. Это ж мой пацан. Мы же с ним... Так. Где он там, профайл. Мы же с ним в России тусили. Он просто в России. может на форуме что хоть пишет на форуме ноль сообщения лучший орк что я видел за последний год четкий дерзкий успевает везде красавчик и к тому же не читер так, а где это? давайте пойдем почитаем где этот коммент это было совсем давно это нет это на стриме 4R Ama ааа, ты его лучшим орком считаешь? окей ну это какой-то парень который по-моему одной рукой играет периодически, мне так кажется я пару стримов смотрел, мне как-то скучно там стало правда он тогда не комментировал я может невнимательно смотрел, он не комментировал поэтому мне было не очень интересно а то, что я видел на экране, ну очень медленно происходило у Бонича и то быстрее происходит, но Бонич правда мышку дергает слишком часто Бекхэм не прав, он должен был ну рвать ради страны а вот Гамбиты никому ничего не должны нет, Гамбиты ради Эстонии должны были воевать до конца у Бонича по М230 да я знаю, я же сам это вам говорил почему вы не говорите почему вы говорите, что они не должны то есть они получают деньги за это славу какой-никакой да должны они прошли в плей-офф они прошли в плей-офф, они будут играть в плей-офф у них есть все шансы попасть на финалы мировые вот так бы они слили бы если бы это было как раз в плей-офф они бы так слили если бы они так слили, игра была бы за попадание в финалы тогда есть о чем говорить а здесь про этот рейдж прыжок и рейдж врыв вот да Маня тут абсолютно прав Эскогенен боролся до конца вы сами все видели но сломались просто сломались в один момент они были фаворитами сезона а мы радуемся кто был фаворитами сезона ты сезон смотрел внимательно, Бальгазар? кто был фаворитами сезона? фаворитами сезона были мемы и альтернейты причем они больше половины сезона были фаворитами потом мемы начали падать, 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 падать а фанатики начали набирать именно фанатики начали набирать И вот фанатики только этот уик Сыграли ужасно, а лемондоксы Как раз-таки начали выбираться последние недели Фанатики каждый уик заканчивали 2-1, 2-1, 2-1, 2-1 То есть две выиграют, одну проигрывают Круче, блин, не знаю Вариты сезона, я не знаю, давай, окей Я хочу просто это чело показать Может быть он как-то не туда смотрел Все это время Жаль, не гамбиты сейчас играют, мы затягиваем время А не гамбиты играют, как-то на фанатиков Мне тоже не очень охота смотреть На гамбитов давайте нажмем И тут будет как раз расписано Их вот это вот Фавориты сезона, давайте посмотрим на этих Фаворитов сезона Опа Дно, 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 дно Опа Вот это фавориты Вот это просто фавориты фаворитов Чувствуете? Давайте нажмем на альтернаторов И как раз вы увидите на протяжении всего сезона У них было все хорошо, до последних там Пару недель Что они еле-еле заняли шестое место сейчас А нет, здесь не так Слушайте, не так, в альтернаторе я перепутал В альтернаторе не так, все хорошо, как я думал Они начали очень хорошо Потом упали в середине, потом начали чуть подниматься И под конец опять упали Жаль тут нет такой таблички Вот именно по позициям, как люди двигались Давайте на лимандоксов кликнем Раз они первое место заняли, фавориты сезона Средние начали Хуже, чем остальные Но лучше, чем некоторые Намекая на гамбитов Потом ушли в отрыв Потом немножко слив И вот так вот держались Давайте на фанатиков еще тогда глянем Вот они как раз были Там наверняка уже куча комментов На которые я сейчас опять загрыз Не, не, все, все, это вроде Там вроде загнули Загнулись и всех забанил, да? А вот то, что я вам говорил про фанатиков Ровен, ровен, вровен, вровен, вровен идут И потом бах, резкий провал Резкий провал То есть они должны были эту неделю тоже закончить Стандартные, они бы там были топ-1 Но проиграли они всем, кому можно было Ну и поэтому Сейчас вот они в плей-оффе тут мучаются Го, рам или дуо Че там смотреть, как ЕГЭ унижать будут в матче Который ничего не решает ЕГЭ унижать будет в матче Сколько еще игр сегодня? Еще вроде бы две игры А может быть и три? Я бы немножко не понял Там три игры, там шикует десайдер матч И не понял, кто будет играть в десайдер матч Десайдера будет играть Последний победитель лутер, проигравший виндер Пойдем, арам Ну, я в лоу уже захожу Надо показывать класс То есть, если гамбиты выигрывают следующую игру То они потом будут еще одну игру играть? Да Не, это я точно знал Если гамбиты выигрывают, они точно играют еще одну игру Я по поводу того, если гамбиты проигрывают Играют ли они еще одну игру Есть ли у них шанс занять Четвертое место Ведь там есть команда, которая тоже сейчас проиграет Ну, как бы, если это чисто как круговая система То должны каждый с каждым с каждым сыграть по-разному Гамбиты, типа, первые проиграли Но гамбиты-то вроде как могут отомстить и выиграть Тех же самых Короче, вы поняли Всех могут выиграть Давай, хангер бить тоже, заходи А остальных, кто успеет, тот и будет играть Гамбиты проиграли ЕГЭ, а это значит, что они попадают в полуфинал Что? О, Исамы вернулся О, полегче Исамы сюда только вернулся Какой, какой Куда они не попадают Фигарик Игнает Еще фанаты Бэкхэма есть? Ты что-то написал про это? Нет Клабер, ты не прав Клабер, ты не прав А, ты хочешь заигнорить сразу? Фанатов Бэкхэма Только фанаты его жены Да, кстати И мамки еще Мамки? Да Суперпро Четыре Роа Картус Блин, да вы Мань, ты своей ссылкой только напугал людей Все в плей-оффе Все, кто сейчас играет Они играют уже в плей-оффе Сейчас решается просто Кто из них будет в плей-оффе чуть дальше стоять В настоящем плей-оффе Сейчас не плей-офф Сейчас просто отборочные идут Такие типа У меня сборочные Перегровки Перегровки идут То где, то с кем Бэкхэм не умеет играть в футбол И только лишь из-за рекламы Так известен А, окей А Роберто Карлос тоже не умеет играть в футбол Совсем не очень С нахождением лесам в чате Лесам Скинули нам куда-то ссылку Клабер там Клабер там нам полезную ссылку скинул Какая Юля? О чем ты? Ну там у нас Я не Юля Я его Юлей назвал, да? Нет, там в чате А, кто-то Че он скинул? А че он скинул какую-то хрень? Куда, чего Куда смотреть? И что дальше? Отдай мне в Маргану Маргану? А у меня что? У тебя что? У меня Короче, у Турина проси У Турина нету Ты порт Не хочу совершенно Ну ладно Хочу совершенно Не верю Вашу маму О, Юля 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 Ну зачем ты это делаешь? Ну зачем? Ой, не то пишу А что такое? Я уже по клавиатуре не попадаю Короче Надо как майкер просто А вздаст писать и все Юля, ну зачем? Я причем не то сообщение удалил Блин Подарить сообщение Зуля Гуля Че? Че ты хангер би А, я понял Он, кстати, не ругался Он сказал, кто он такой Он сказал, что он Она самая Ну, лучше бы ты был Юлей И вообще Я, наверное На твой ник Пожалуюсь Майкеру И другим Чтоб тебя забанили Ооо Ну, посмотрели на его ник Я только сейчас обратил внимание Что? И И триля И триля И триля, да Точно И Чтоб и нет Когда плей-офф 31-го, по-моему Или 20 31-го августа, да? Ну, раз еще неделю Чаще в ходе, по-моему Короче, как-то так Как-то так 25-е вроде августа Рутхук ОП Стоящего попадешь О, у нас же Блицуха У нас же Блицуха с Экзостом Настоящий саппорт У нас, правда, нет Адекери Так, нажимаем здесь паузу Будем надеяться, что мы сыграем По времени столько же, сколько они будут играть Чтобы сразу на Gambit'ом попасть А я, наверное, сейчас после этого поставлю на заливку На YouTube Этих То, что уже записалось Предварительные матчи И завтра все выложу Ну, может, даже сегодня уже ночью выложу все на Goodgame Хотя, какая разница, если вы все равно завтра будете смотреть Когда плей-офф Плей-офф, понимаем Было это сообщение У нас все еще много людей Чего вы не разбегаетесь? По снам По постелькам Сколько вас еще надо перебанить Чтоб вы все ушли? Я такой мастер банов просто Я уже так быстро делаю баны Откуда скинули бас? На, бан! Окей, спать пошел На, бан! Суббота Хопа На, бан! Всех не перебанить На, бан! Полегче! Мы уже в игре Мы сейчас сражаемся Это надо запаузить все Это стримы, у меня сейчас будет Слайд-шоу Слайд-шоу Чё купить? Это нечестно! Я не знал что у них дарилось Вы их предупредили? На тебя Дорис, на, 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 дохни! Он кстати не сдох А я сдох Знаешь почему? Хекс-дринкер собрал! Пацану хекс-дринкер собрал, это не честно Репорт все Репорт за хекс-дринкер 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 Чё там случилось, опять втянули кого-то Походу маню втянули Маню умер давно Танчил как бог Танчил как бог, тут я первый мой умер Хрен его вывести от танка Ну Ооооо Ап на пофиг ой лак камбэчим пацаны лол а демеш не нанесся паука не убежать правда они сейчас закупом придут а у меня нет ничего ну умришь ты наконец-то а вы там одного убили все же затащили его в ад естественно мы смогли убить одного в четвером молодцы они просто тоже меня смогли в четвером убить ну вот я промазал таунтом опять а че она там торгует а потому что у вас ничего нет вы все спелы промахнулись это за просто сона на вас 4 бежит смелая давай хангер все от тебя зависит и 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 Ой, расскажите, пожалуйста, людям, чтобы не путались никто. Вот, да, расскажите, надо где-то это расписать. Этот хук. Не знаю, мне даже приземляться неохота было никуда. Да, отвали ты от меня. А почему башня его не била даже? Ничего не сделает маня. Изи люсь, изи люсь. Ну, давай лисамо вперед. Это ультар Турина. Иди, я застал. Валкил Ой, мне некуда приземлиться Найём его у гамбита все норм ничего им не надо все что надо это еще в буткемпе посидеть недельку и к плей-оффу готовится к отдельным каким-то командам то есть плохо что они проиграли его джиннисом но видно было что выиграть они их могут вот плохо то что они проиграли фанатика потому что видно что они их выиграть не могут бедный это это было разумает это было разбавить на фигню у нас нас развели ребят это было нечестно нас развинить а дариус еще и выжил выглядела как бедный дариус казался не бедный у него в кайла ультанула и после этого лиона туда ультанула и все остальное какой-то байт на самом деле просто ему повезло что остальные его прикрыли повезло что у нас таунтера нету что я ешка не попадая везет иди к черту воли это норм все что нет нету кайлы нету а где кайла а нету кайлы а ручки то вот они что в в в в Да, Силот не попал в плей-офф. Как, в общем-то, вся команда. Ау! Походу, зря я в танк собирался, надо было в демэдж собирать. Блин, вообще маны нет. Чё-то проигрывает. А, проигрывает. У нас демэджа не хватает пробить до Орлиуса. У него 180, Magic Resistance уже. Потому что у нас нетоды керрии. Ну, у них правда тоже нетоды керрии. Да ладно. Да, я не могу на того крипа прыгнуть, такой бред. Я мог только на ближнего, но не хотел проверить несколько раз. Ступа демэджа сейчас нет. Блин, он еще схвашился. А, лоу! У нас нету там дальше погони. Димэджа сейчас нету. Димэджа сейчас нету. Не знаю, нету, сейчас я побил. Тихо. Тихо. да это это такой честный герой сейчас стал кавычках там ли он уничтожает просто и саму а а у меня мани нет это мани Ульт в одного Более того, вы его не убили Не так плохо ульт в одного, как то, что вы его не убили даже Надо как-то выловить Тристану, а, все минус Хангарби О, совсем не поздно Я даже забыл об этом Ну, попытка Попытка убить А ты даже не долетел до меня, да? Или тебя отменили? Я не долетел У меня демеджа будет побольше с тебя, туринчик, не волнуйся В итоге-то Ты в ульте лучше не в одного, а в троих, в четырех хотя бы А, крепов уже поднял О, ну, это не нормально, ладно Убил этого, пацану Ей, мы всех убили Шен-убийца Ульта в одного Я еще раз увидел ульту в одного Чего вы за не убивают по одному, что это за ерунда? Че-то ли сам вообще без демеджа Еще и флешится за ним У них такие уже magic resistance Вот у вас там веселые погони У меня все норм, я жив Не самое днище Ну Эйх Не весело это Майн-тезер, я побежал туда Три на сенане от ульты Так уже, да, не разобрать на запчасти Я это вижу Потому что у них кайла Ты любого одного, кого хукаешь Его не разобрать на части Кого бы ты одного героя не хукнул Мы его разобрать не можем из-за кайлы Но после этого Можно попытаться повоевать Но там тоже сложновато Че, Турин, где твоя жоня? А че, ему ульту сбили? Нет, ну просто, где его жоня? НЕ, ГДЕ ТВАЯ ЖЕНЯ? У него экзост был, который он не потратил в тимфайте У Крепа ПК поломался И 10 минут не сыграли Лол За все это время Типа и 10 минут не сыграли, да? Да ладно Ну как он там могло не попасть? Кто у него там? Позови на его скорость передвижения Что это такое? Да ты издеваешься Как он там так вот У него много может быть? Нет, почти Все, дохну Да ладно, ты еще и не сдох Нет, сдох Ладно, он сейчас вернется с еще С еще большим Уроном Ты так говоришь, как будто ты не с нами играл Ты же сам с нами здесь участвуешь, Хангер Ты сам с нами видишь, что это первый Тауэр Мы можем воевать, нас пятеро Типа У Турина есть ульт У Турина есть ульт, нас пятеро Надо воевать Надо воевать Турин, не бойся Турин Че-то проблема у нас Зато нас было пять Да не-не-не, я не знаю ОП, война Так ты и сделай нормальную ульту Ты сделал опять ее в двоих Вместо Нас не Дарью сейчас убил даже А это Тристана там Такой дэмэдж унесло Ой, не Тристан, Кайлан Тристана же мертва была Вот меня, например, Леона убила Если серьезно пойти Дарьюс мне только ульту сделал Больше ничего он мне не сделал В троих О, хороший Бош, убийца Знаете, мы его пробить тупо не можем Ты следишь за игрой, вот они где Зачем вы за теми гоните Еще коль Куда ты кинул? Ладно Куда ты кинул? Это Сона А, это же не ульта была тогда Дарьюс, купи Гоу-реа Ну тогда без тех, с кем мы сейчас играли Без туринщика или самый Чтобы я не агрил, лучше я бы на на мане агриться Скип статус вообще Что неинтересно Все равно я увижу их У всех одинаково фарма Дэмэдж у всех одинаково По танку я топ-1, маня топ-2 Вот тут-то и возникает вопрос Какого хрена ты ходил и умирал Нет, нет, какого хрена у нас дэмэджи у всех одинаково Так, они лезут туда Я сказал, что их не будет, а они все равно жмут акцент Что за тролли Ну, был мне-то в дэмэдж собираться Я-то собрался в танка Их вообще нет, кстати, в списке Или я сейчас, или сам, или сам случайно пригласил Два рандома О, у нас грачила А что, с грачилой никто не хочет? Ну, у нас будет один рандом Да, у нас будет один рандом Ну, и крест Ладно, давай, что там, или сам вот ту рибу Нет, нет, нафиг Ну, ты сейчас будешь на рандома рейджи Лучше я буду на рандома рейджи, чем я буду смотреть на это Как Морганов Плотную после моей ешки Которая в два раза сложнее попасть Не попадает своим станом А вот не надо было Морганов давать Ага, не надо было Морганов давать Нахрена нам танк, у нас Блиц и Шен О, да, о, да Нахрена ты не собрал дэмэдж, лучше скажи Зачем, зачем он был первый рулай Вообще, зачем рулай Нифига я в днище собирался Я мог танковать их неделями там и дамажить, и дамажить Я дамажил столько же, сколько и ты Но меня они не могли ваншотнуть Татьяне тупо ваншотят, а ты дамажишь только же, сколько и я Значит, проблема Это проблема Герой-то у меня такой Если я буду собираться ваншот, я, скорее всего, убивал бы одного из них и умирал Но и то убивал бы я не Дариуса с этим О, я сорока С кем могу обменяться В Хангарби могу обменяться, но он не отдаст А не, он отдает мне Тима Все, у вас нет Тима У вас нет Тима, он где-то будет спрятан Вам придется его искать на карте Или мы играть в прятки Ну и что я не хочу, Джорван ему надоел Джорван ему надоел Правда, я не умею за него играть Фанатики 4-2 ведут пока у Вилджинисов По пикам там Элис, Малфит, Фроген на Лиссандре, Кейтлин, Сона Фанатики Экспеки Косодин Варус, Лулу, Джорван Насус на топе Так вот Насус от Суаза Тут пока еще ничего не происходит Просто 4-2 Хотя у Насуса уже 2 кила Это проблема Так что значит в итоге, Турин То есть по твоей логике должен был я только дэмэдж вносить А ты тогда для чего нам нужен был в этой команде Нахрена ты тогда Моргана играешь Если ты не будешь носить дэмэдж Вот в чем у меня вопрос Бан Бан Да-да-да Просто это как Сейчас вот здесь Иволджинис и вот будет играть И после этой игры Фроген такой скажет Снупи, а что ты дэмэдж не собирал? Снупи, где твой дэмэдж за Элис? Что-то не понял, ты не нанес дэмэдж, а Снупи скажет А нахрена ты тогда брал Лиссандру, если ты не собираешься дамажить никого Вот Ну а Фроген, как и Туринчик Нету дамага у Морганы? Нету дамага у Морганы Окей Нету у Морганы дамага Маня Понял? Не дамажит она Ноль дэмэджа Минчик не очень У Корки тоже нет дэмэджа Оу, Маня, ты нечестным героем играешь Ты здесь и так будешь раз в год умирать, а еще киллы делать будешь? Как так? Только ты топоры не сможешь ловить Тебе не на чем их ловить Три игры сыграл на Моргане Точно знаю И все они были ворами Потому что просто Морганы я ни разу не играл Ни в нормале, ни в этом А три раза она мне попадалась Она у меня куплена, по-моему Потому что она дешевая И все эти три игры У меня был хороший дэмэдж По крайней мере второй где-то В нашей команде Но она действительно саппорт Топ-1, нет Но ты и не топ-2 был, чувак Ты проиграл по дэмэджу Элис, которая собрала спирит висач Как такое может быть? Он правильно смеется Давайте тоже Вот-вот Первый раз услышал смех Тима Вот этот Такой просто Тролльский смех О, моя стаканы уже разбивает Понятно с ним все Стингер Стингер буду собирать Буду со стингера стрелять Блин, там просто весь путь вообще Ха-ха-ха Короче А, ну все, мне больше ничего не надо На весь экран А, да, сейчас, ребят Секунду Ой, там вас убивают Ну ничего страшного Я экраны делаю I'll scout ahead Оп, и ходимся, ходимся Блин, меня спалили И меня спалили, нюбцы Почему мы только с Хангарби пытаемся их харасить? Я тоже пытаюсь Я тоже пытаюсь Получается Ау Это было Бобо Это было Бобо Ни хрена он меня там продамажил Он АП А, ну да, тоже АПшник Конечно Израэль АП Что-то она в одиночку убила Нашего Коркин Нашего Коркин АПшник АААААААААААААААННО Нашего Ой, я Леону-то и не приметил. Эх, догорел я. Не полечил он меня. Ну, у него в КД, видимо, лечение было. Он кого-то наверняка там лечил все это время. Видите, какой он хороший? Я ему дам хонор. Все вы днище. А вы все днище. Не умеющий играть в элементарную игру. Давай, не закупайся. 1, 2, 3, 4. Мы пока проигрываем 0-2. Что там по фарму у нас? Маня хорош. Пассивку стакаю. Молодец, сколько. Три лица набрал, да? Лови! Ой, тут мина. Мина, пацаны. Why no heal Ella burst? Я всех забайтил смеяться. Блин, а нам нечем их останавливать. Они вот так вот прыгивают у нас. И джи-джи. И джи-джи. У нас реально нечем их останавливать. Ну, кроме ульты Мальзахара потом. Вот так тупо нечем. Мне нам потихи может купить. Я буду копить. Просто айтемы неправильно я собрал. Я еще ничего не собрал. Если пойти по-правильному. Я еще вообще ничего не собрал. Прикрой меня от ульты. Он тебя и прикрыл. Тихилка не нужна, Мань? Сорака. Кучка. Ау! Кто? Шопан от меня больше рикошетил. Кто отрикошетил вообще ее? По моей логике уже заранее неправильно. Окей. Не подходите. Оу! Эй, куда он делся? Фир набросил. У меня даже Вижен пропал там. Все разбежались. Какая интересная игра у нас. Рожь! Все, у нас появилась ульта. Ой, там этот прыгает. Он был сломан. Тебя пидера назвали, маня. Окей. Ай! Грачила не попал. Ай! 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 Это ты полезное тратишь. Такая резница. Всё равно. У меня откатывается очень быстро. Что случилось? Не зря ускорение там качнул. Хорош! Вот это видал, как я съел, красиво? Да? Вообще! 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 Слишком холод. Я не увидел, потому что слишком хорошо было. Там Леон в тебя летел, но я сделал так, что он в тебя не летел. Хорош! Угу. Хорош! Хорош! Я сказал! ПО ТВ! Ну... Та ТВ! 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 Я сам видела ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭой Чет там горит? А вы какую то битву начали ? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Просто мне это начинать не нравится, что он там пишет Если есть какие-то проблемы, пиши мне личное сообщение Диценд Субтитры сделал DimaTorzok Ну вроде все живы, все целы, в чем проблема была Ну поверь мне, больше играть ты со мной не будешь, что ли? Все очень просто Можешь писать, что хочешь теперь А напишешь какое-нибудь оскорбление, просто забаним Не, ну а что он там пишет фигню сейчас какую-то? У тебя есть предложение по Тиме, напиши полностью билд Человек написал билд, я его не трогаю Он написал про хороший айтем Я сказал, что Витцент будет у меня следующим айтемом Я решил собрать зефир первым Чтоб ботинки вообще не собирать У меня такой план был Так как мне надо вроде как пенетру собирать Но пенетру я хочу свой стафа брать Я устал и мне лень вам рассказывать, что я делаю Если у вас мозгов у самих не хватает, то извините Но Моргана дамажит И она всегда дамажит Можешь у Скай спросить, у кого хочешь Скай тоже много сыграл за Моргану Здесь ворами именно Блин, они не байтятся на меня Гриба вроде они, но они туповатые Они не покупают ничего против грибов Когда Хангар играл за него, против него покупали Стоя на просветку, он там злой был тогда Все его грибы к чертям шли Да-да-да-да, Хангар Я про это же и говорил Воу-воу-воу, понятно Воу-воу-воу Лол, здесь мина стояла Хорош Вот ты вообще Чтоб 5 голды было Это все ради 5 голды было На самом деле Дурачил стратегические отдачи Блин, Харамия станет О, мань Прими на себя удар Воу-воу-воу-воу, поехали Вот так вот и надо В металках надо забирать их Да-да-да, давай побегаем Ну ладно, ладно, ладно Бери А ты Мальза вообще хотел Но 40 похилил Ну так я и на тебя рассчитал Что тебя тоже посхилить, царак Оу-воу-воу, там взрывы-взрывы Ядерные взрывы начались У пацанов проблемы Блин, почему же ты не попал-то в меня? Леночка, как же так? Тут же надо было только попасть в меня Да, ху-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка Так, тюба пошел отдаваться Оп, моя был ищета Не, ну, тут вы уже сами выигрываете Ничего делать не надо Мань, убей-ка Убивай-ка О, 4 с половиной тысячи Мы поддали у меня меньше оу оу полезный ульф ну я забирал он решил отдаться на минах или что ты умирал уже маня ты уже умирал я имею ввиду это уже 4000 потратил эти у нас нет одного игрока еще помогите хулиган лишает зрения а мы вроде справились тут его нет в списке надо самому его искать я с тобой выжил наш маль захар всех убил маль захар хорош оу и у и Продолжение следует... 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 Дима смелый, все никак его там не засунули. А при мне, когда они еще были М5, тогда все были, и Пейпер был, заместо Войдла. Да, и я по-прежнему тебе, по-прежнему советую тебе на Джакса собирать вармок. По-прежнему, ничего не изменилось. Спросишь меня еще раз, я еще расскажу, что надо вармок ему собирать. Вармок, Рундуин, Рунит Кинг, Тринити Форс. Все, ты чемпион, никто тебя не остановит. У тебя 4К хп, резисты под 200, когда ты под ультой, и давай, удачи тебя убивать. А, вармок варами? А, точно, его нет в барами. Я понял, Хангер, да, в барами же его нет. Но, мне кажется, Турин так намекает мне, что не из-за этого. Хотя там есть альтернатива вармока, кстати говоря. Он дешевле, чуть меньше дает хп, по-моему, 700 он дает хп. Так Рундуин все равно в этом билде есть. И Рундуин, и вармок, они оба у меня есть в списке. Это в 3 на 3. А, там вообще нету, да, вармока? Хангер там вообще нет, да? Я так понимаю. Тогда окей. Но если бы ты тогда мне Туринчик это написал, я бы сказал, да, окей, его там нет. Ты же этого не написал, ты же даже здесь продолжаешь что-то тут. Шутить, шутить, троллить. О, толку, бад. Да, да, да. О, кстати, картинку кинули. Ну да, типа М5, Москву-5. С мороженым Алексич стоит, видимо. Только что съел. Борка варами тоже нет. И борка нет варами? Да ладно, вы гоните. Точно нет борка варами? Я не знаю, есть борка. Нет, борка... Кровожада нет варами. Кровожада нет, и его не в 3 на 3 нет, и там нет. Там только этот, 70 урона, который дает айтем и лайфстил. Там бастайки еще такой вон, не менее. Бакс Танасити пофиксили. Да, там Сангбин. Тринанты есть? Есть? Да. Ну, может быть. Ладно, а тут все, баны пики у тебя тоже идут баны пики? Да. Мы жутко усталыми будем, не обращайте внимания. Действительно, мы усталые. Лисин, Мисс Фортуна, Эвелинка. Такие баны, Генжи по-прежнему банят. ПКД Лисина у Даймонда забрали, и Эвелинку у Даймонда забрали. Ну, полностью открытый Дарин, полностью открытый Алексич. Алексич сам забанил всех Бьерксона героев. Просто Физ, Ари, Зет. И взял Тисит Фейн. Да там Шен, Инстер Шен. Инстер Шен, ну хотя бы Отвист от Фейта забрали. Чего ты боишься, что сейчас НИПы сделают комбу, которую играли фанатики, и ничего нам не поможет. А сейчас КС-1 просто возьмут. Зира, да, и потом, ну, наши Варусы себе забрали. О-па-па. Улыбнулся даже Алексич, настроение поднялось. Настроение даже поднялось на секунду, да. Этот матч ничего не решает для Гамбитов, вообще ничего. Вообще, они уже никого ничего не решают, кроме там посева в плей-оффе. Да, но этот посев... Кому нужен этот посев в плей-оффе? Когда тебе все равно придется играть либо с Нинджи и Пижамас, либо с теми же самыми альтернатами, там... То есть, все равно с этими же командами играть. Другое дело, если вот за первое место побороться, там... Теперь все по-фиг. Генджи Варусы все же взял, и Даймонд взял Зака, или это Дарья Назака? Походу, это Дарья Назака, да, это герои, как говорится. Special for Daria. You can die two times. Можешь умирать два раза. Кассочка какая-то. Фриз себе Кетлин, скорее всего, возьмет. Либо крыска какая-то. А, крыска-кассоч, да, крыска-кассоч, наверное, вот такой вариант будет. Крыска-кассоч, точно. Касс-1, Кейтлин. Ну, с Кейтлин я все же угадал, а решили они кассочи взять. Ну, и с Кассочи я тоже угадал, просто я не ожидал, что они их в двух вместе возьмут. Как-то они у меня не сочетаются без крыски, Касс-1. С другой стороны, там Кейтлин пультуют и кассоч добивают. Ну, наоборот. Как-то так можно. Попрохладить немножко, да. Попрохладить, да. Попрохладить, Сори, про рассказывать. И самое смешное, берут джанглера последним пиком. И Войдал тут решил свой голос вставить, пообщаться немножко с командой. Потому что мне вот кажется, в тот рейдж, который там происходил во время матча с фанатиком, он не лез и ни слова не сказал о том, что у него не было ульты, а все глаза красные уже были, и никто не обратил на это внимание. Если бы он сказал, пацаны, стоять, никаких рейджов, всем успокоиться. В перерыве, надеюсь, гампиты пообщались, друг другу лица побили. Надо было бы сказать, у Дарьиана есть, и я к нам. Атрокс? Атрокс, думаю, да, и возьмут. И у наших хороший врыв, очень хороший врыв. И тогда, подожди, кто куда тогда идет? Ну, думаю, Атрокс, это Дарья, но... Я не видел у меня Даймонд на Атроксе. Ну, Даймонд, я тоже не видел на Атроксе. И ты на Закеев не видел, да? Да, на Атроксе, да? Ватву на Атроксе. Ну, вот, опять, да, НП, телепорт, Шен. Телепорт, Шен, Кассадин. Все будет зависеть от того, способен ли Лексич будет, ну, держать Кассадина при себе. Ну, в лейтгейме. Да, и убегающий тройка, который, по-моему, будет идти. Ну, она не совсем убегающая, эта тройка. Ну, может убежать. Да, Кейтлин отпрыгивающая. Вот, если бы у них твич было, было бы окей у них все. Вот я поэтому немножко удивился насчет Кейтлин. У нее эскейп немножко пословее, чем у твича. Хотя у нее есть инста-эскейп, ну, такое, отпрыгивание назад. Посмотрим. Все, Бьеркс, ну, сейчас, смотри, Бьеркс спит, он уже не может сидеть. Да, тут все спят. ФБ на Дария не вангуют. Давайте я пока быстренько поставлю на докачку. Ну, чтобы докачивалось, чтобы мне завтра не мучиться с этим. Не, мог спать идти после этого всего. Выберите файл для загрузки. Последний файл должен быть. Так, да, это новый файл. Это девятичасовой, да, вот этот файл. Парк. One day three. Супер. Там же, подожди, там же еще плей-оффи, как я понимаю, будут участвовать еще команды, которая вот с русского прошла сборочную. То есть с чемпионатом этого СНГ-шного. Разве? Да, по-моему, они попадают. Ну, их списки не было, я же вроде посмотрел. Там было только шесть команд, ну, сейчас. Как там было у них этот сайт e-sports? Нет, как он называется? Лол e-sports. Все уже совсем спешит. Лол e-sports и там, что там было? Global Goals Road. А, Road to World. Global Goals. Road to World. И нажимаем на Европу. 23-25 августа они играют. Ну, после недели как раз. Шесть команд только выделено. Шесть команд. И прописано тоже. Кватор-финал будет 23-го. Пятое место будет играть 24-го. И финал 25-го. Global Goals. Сынских отборов прошла. Началась игра. Давай синхронизируемся. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ага. Вся. Вся. Ничего не планируется. Ставится вард. Дифишо. Такой же вард ставит. Войду. Свап будет от гамбитов. Свап будет от гамбитов. Поспим вместе. Свап от гамбитов. Да. Сами решили засвапаться. Не хотят они стоять с Кейтлин. Видимо, фриз слишком силен за Кейтлин, что никто с ним не хочет стоять. Алексич Боярский у нас. Боярский? Тысяча чертей. Я не понял, что утку. Ну, скин. А. Скин. Шкин. Мушкетера? Шкин. Д'Артаньян. Д'Артаньян Ашкин. Каналья будет вызывать эту Каналью на неделю в дуэли. Там не Каналья, там Йорксен в доспехах. Наши опять то же самое делают. По тому же варду прошли. Сразу фриз идет сюда. Пытается немножко подзонить Дарьяна, но ему помогает Даймонд. И урон пронес. Дарьян в ответ бьет. И помогли. Помогли. Все получилось. Даймонд пришлось смайтить. Но и Малуну тоже смайтил, потому что не помогал. Вообще ему никто не помогал. Китлин здесь. И Зира тоже здесь. У одного Олегсича все нормально. Он сам по себе тут воюет. Мушкетеров. И Даймонд здесь помог немножко Дарьяну. Ну и сделает он то же самое, что я говорю. Сейчас сделает бэк. И не потеряет на этом ничего. Приходит. Синий не забирали. Наши даже не забрали двух маленьких. А я про как раз клауднайнов вам сегодня рассказывал. В первый час нашей трансляции. Что клауднайна забирали вот такие приходы делали. Забирали двух маленьких крипцов. Чтобы не мог Джарван получить сразу третий левел. Допустим. Вот сейчас Даймонд снаете хоп. Добивает крипа. И получает третий левел. Вот этого добьет и получит. Вот. А если бы эти крипы маленькие были убиты, ему пришлось брать в райт оф. Ну он так будет брать в райт оф. Ну это мини все же. Ну все же денежки какие-то. Хоть какие-то. Твистед фейт. Твистед фейт. Что будет с твистед фейтом даже не знаю. Вся надежда реально сейчас на Олексича. Надо как-то собрать ему команду. Скомандовать, чтобы они нормально играли. Дайм все еще первый левел. На него сейчас с тележкой тонна крипов придет. От Рокс очень далеко. Вот все. Получил второй. Теперь может хотя бы спамить свои спеллы и отхиливаться на них же. А Шен уже давно здесь второй. Как-то неудачно. Нет, он что-то тоже получил. То есть там идентично все запушивает. Ну ладно, не страшно. Ну просто у наших как-то там линии немножко неправильно пушите, мне кажется. Здесь побольше уже пришло крипов. И Трэш куда-то уходил. Поставил пинг на сенем и вернулся сюда. Нет, там был уже пинг на сенем. А, он просто в трибуше поставил. В трибуше простой варнэш поставил. Дарьин третий. У него еще есть куча хилок на самом деле. Там три хилки показали. После того бэка, когда волков убил, он еще хилки купил. Ну, обычно вы начинаете, если здорово, но вы можете купить только одну хилку. Как раз 70 голды на волках заработал и три хилки. У Шена четыре, правда. Шен больше заработал. Ну не, Шен просто еще ни одну не пил. И первый ганг Олексич не ту карточку взял, но прошел все равно хороший дэмэдж. Шаут за ним, Феррблат. Все, Феррблат. Да, должен догореть. И достался он от Роксу. Красным добил. Еще минус флэш. Ну, они. Это радует. Причем Малуна был рядом. Он был готов, походу, тоже гангать. Ну, или контргангать Олексич. Но очень большой бурст провел от Рокс. А это потому, что он с Дорана начинает, ребят. Дорана добавляет вам хорошие мотагдемы. Еще плюс Телекорш Беркс. Он там простоял, встанет, товарик застанет, сразу же прыгнет от Рокс. И пока он там все это летал, по карте, били. За знанием полностью Шен, но не то, чтобы сильно. Опыт все равно подходит, иногда получает. Я уводил его. Подбивает немножко. Пятый левел Дарьян. Четвертый пока что Шен. И то же самое произошло на стороне Дарьяна. Но от Рокс к нему подходит и как бы намекает. Нет, ничего не намекает. Намекает на то, что извини, нафиг я пошел домой. Я пошел домой. Ну, просто иногда бывает, когда такая ситуация происходит, они вдвоем идут и просто запушивают. Смотри, интересно тебе покупает Дарьян два Rejuvenation Бида. Пармок убирается. Кстати, там Малуну видели, на том барде он должен был с полицией. Конечно. Поэтому Войду сейчас поглядывает. То есть поглядывает, вот Малуна заход. А Даймонд, я думал, сразу пойдет Дрейк, обратно ему не скидет. Кенжа что-то как-то слишком глубоко заходит вперед. А, он бейтил, бейтил. Бейтил на Алексича, нет, Алексича не спритела. Но эта ультра от Алексича напугала, на самом деле, топперов. И они решили не добивать дальше. Да. И очень так интересно. Вот сейчас они пошли дальше, понимая, что... Здесь Мимер. Дайв. И Малуна тоже здесь отъедет. Окей. А, все равно он умер. Дабл килл для Войдла, но это дабл ассист для Варуса, если что. Отлично, и тут как бы здесь... И фарм весь останется, как бы, очень хорошо. Дайв двух бессмертных. Даймонд начинает настреливать флэшаут. Два бессмертных, вот эти двое парней могли бы дайвить. Я вот немножко не понял, почему они решили Шентль с Джарван дайвить. Если бы Гамбиты дайвили вот такой комбинацией, двух бессмертных героев, это круто. Ну и то такое, знаешь... Ну так, шпудилю. Скорее всего, убили бы, и возможно, даже кто-то один остался в живых. А здесь дайв, который подарил два килла Трэшу и всего лишь один килл Джарвану. Почему только сейчас Войду запушил лайм, а Генжи уже пошел вниз, и Дарин пойдет на топ. Даймонд шестой левел. Ну, пока начало хорошего, Гамбитов прыжок. О, грываются, Дарин. У него есть ульта, видимо? Есть ульта, начинает ультить, и с Генжи уже подходит на Дарин в смешку, это минус крис. Флэш делает Генжи твои попытки забрать. Да, действительно, все вровень. Потом был килл, и Олексич сразу вырвался чуть-чуть вперед. Берксон пошел за синим своим. Он без мануэр, считай, будет. Ну, посмотрите, вот на то, что сделали Нинджи Пижамас на топе, это как раз усталость. Я думаю, с утра пораньше, там, в первого-второй игре дня, Нинджи Пижамас никогда в жизни бы не сделали этот дайв туда. О чем они думали, когда делали этот дайв, непонятно. По поводу фреза, как он умер, он не ожидал, что прыгнет на него, Дарин, он просто через флэш это все сделает. Ой, ловит крюкок, врывается, и минус фриз. Минус фриз еще раз, и фриз это одна из лучших кейтлин Европы, ребят. И ничего не сделать. Причем он выйдл в полете еще, поймал ловушку. Да, поймал ловушку, он был все равно застанен, но не имел значения. Потому что все, все попало уже. И дальше ему так и так надо стоять там. Ну, выглядело смешно, ловушка по пути схватил. 6 киллов у Гамбитов против 1, 3000 преимущества, это без дрейков или стауров. Ну, вот теперь будет 1 дрейк, это будет 4000 преимущества. Но напомню, с фанатиками наши начали тоже неплохо. Не к 9 минуте, конечно, 4000 было преимущество, а к 20. Но начало было тоже неплохое. 1 дрейк приходит 4000, становится ровно практически. И Алексей сюда возвращается. Киллов пока Бертина не видать. Даймонд дэнайт у Малуна в райтов. Или просто забирать, нет, дэнайт. И выходим на ганг. Алексей, выбирай карточки. А Алексей выбрал карточки, но там походу понял, бьется, он все заранее. И Малуна здесь. Малуна пока что. Да, Малуна исполнился на варде. А, там есть варде. Варде в кустах, да. А Алексей пошел фармить в райтов. Либо, да, в райтов он пошел фармить. Сделал тайминг даймонд на сеней. И решил попытаться дайминг сделать на шена. Два бессмертных. Да, могут. Правда, них нет. Еще Алексей входит плюс. А, Алексей, да. Все, район минус. Минус. Изи килл. И Бьерсон делает ТП сюда, даймонд. Ну, не знаю, он ничего здесь не делает. Нет, ничего не может ничего. Проблема его в том, что он вынужден был делать телепорт только на Таварку. А вы прилетаете, и вы ограничены дальше. Да, не было где-то там за Двардавом. Сейчас пытался найти Бьерсон кого-то в этом кусте, но все уже просто убежали слишком далеко. Только один Тарин там, на пофиг. А здесь что у нас остается? А, здесь просто пуш линии дошел. Крипов много. Нет саммунерок. Хотя нет, уже есть саммунерки. Един джинис не без флеша. Он как раз не саммунерку фрижа. Ну ладно. Я просто почему-то... Гинджик проигрывает там парню. Ну, он на топе еще, когда стоял, он там проиграл. Сейчас сравнял уже. Но он пока без затарл. Учина нет. А, вот чего они тогда и там пушить. Вот ответ маня нашел. Там потому что быстрые ботинки были сделаны. А здесь нет ботинок за то есть Бэксворд. Тут 150 дэмэджи против 110-120 где-то. Конечно, не охота. В такой размен лезть. И здесь врыв на Олексича уйти. Через флеш у Олексича нет. Нет, есть флеш. Есть флеш. Ну и мне кажется, он немножечко так запоздал и флеш. Мне кажется, он думал, что если меня не за бурстят, то все будет нормально. Но он рисковал. Это мог сайланс получить отберться, он мог вообще не уйти оттуда. Хотя бурста нет. У него ничего. У каталиста есть. Теперь у Олексича появились уже ботинки, мерки. Все получше. 1,7. 4,5 тысячи уже преимущество. 4,4 тысячи. Мимер раздавился плютом. Подбежал целенаправе. Так и надо. А теперь у нас все равно ударил плохо в хп. Не понимаю немножко. Что? Ну тут надо всю эту ситуацию смотреть. Тут просто было, что фрис смог запушить линию. Но по истечению какого-то времени теперь наша их в зоне. То есть ничего не изменилось. Айтемы все те же. Потому что он смог запушить, а здесь таймон не попадает прыжком. Там он запушил, потому что большой пак и поп подходил. А сам по себе был пак большой. А, большой пак. Из-за того, что ровный пак. Понятно. Тогда я не знаю. Не хотели никогда сражаться. Ну конечно, с большим паком. Там они демаджи 300 нанесут. Это сейчас очень много. Ну это случайность. Но это на самом деле фейл Алекса. Да. Вот всегда, когда если джангер отдает вам сильный баф, и вы не можете его забрать. Ну, в случае там тупив фейл в каждом. Кроме, да, красный, когда прокнет. Нет, даже если красный, мидер должен рассчитать дамэджи так, чтобы забрать. С прокастом. Ну именно, да, с прокастом. Согласен. Ну это тяжело за таких героев, конечно. Сейчас уже, когда убрали прок с перчатки, там собирали, значит, фонарь какой-нибудь. Прокл, да, там можно было так получиться. Порой то, что забирается. Ну и то это только. Короче, Алекс виноват, что у него нет синего. Да. Что мы хотим вам сказать. И, в общем-то, всегда виноват Алекс. А, Бергс сейчас будет синий. Малуна, Малуна, Малуна. Алекс Бексин сокупил свой бластинвент. Пока один. Пока один. Наверное, он все-таки у Лич Бейнга соберет. Составляет Малуна синий. Спокойно походит. Бергс, он получает синий. Пора брать синий с него. Да, Ильман поставил вард. И снова заходит. Но да, и Олег Тич уже готовится повторить этот трюк. Снова делал то же самое. И не в телепортах точно так же. Мимер думает, да ёхайды. Ну что ж такое. Причем, та же самая ситуация. В той же самой практике практически Мимер. Тут так же он делает там, в ту же сторону. И там же умирает. Думает, надо таунт, наверное, в другую делать. С тоже, пацаны. Я понял идею. Тут совсем с небольшими такими различиями, там, буквально. Миллиметрой. Копи-пастой. Ну, эти все киллы, это деньги, деньги, деньги. Тем временем уже почти 6 тысяч. А деньги сложили сейчас на Атрокса. А Атрокса, значит, айтемы. И наш Атрокс собирается не так, как в другие Атроксы. Посмотрите. Во-первых, он другие ботинки взял. Он Ром еще взял ботинки. В отличие от всех остальных игроков, которые играли за Атрокса. И Рашид, Спирит, Виссаж. И Бьерсон. Рашид, это он Спирит, Виссаж. И в качестве джанглерского айтема он выбрал полуфонарь. Но пока не фонарь. Бьерсон готов здесь. Адайк заходить. И да, он приходит. Ульта в Генжин, но... Я помню, Маня там говорил, комбинация Бьерксона с Фризом, это будет Ультара. Фриза и Бьерсон убивает. Сейчас попытались это сделать, но что-то не так, и потеряли вышку не надевают. На этом потеряли вышку. Ну, Алексич почти потерял свою, там тоже очень мало осталось хп по ходу. Потому что несколько раз потерял фарму за это. Двадцатка, Касадин. Дай ему, дай ему, дай ему, чего? Иди сюда. Давай, с руки тебя побью. Сейчас маловато побил, видимо, у него стояло на отхил, а не на дэмэдж. И сразу же инфра проверить, да, и все пошли забирать. Дарьян, потому что уже был на миде. И реколец, и Дарьян видит, что никакого файта здесь не будет. Надо идти защищать свою башню. Того уже шесть тысяч. А еще Генжи забирает таверку. Того уже почти семь тысяч преимущества. Усиин начался... Да, уйдите, восемь тысяч преимущества. Восемь четыреста. Начался сноуболинг, так называемый. Когда НИПы не могут ни за что сражаться. И их единственная надежда сейчас где-то объединиться. И дать какой-то бой, в котором они обязательно разменяются. Даже если они разменяются 3 в 4, например, убьют раих, потеряют 4. Но не потеряют на этом таверку, для них это будет выгодно. Опять же, это будет сейчас уже сложновато такой размин провести, потому что очень далеко. Слишком большое отставание по этемам начинается уже, наращивание такое. Посмотрите, там Руа против Лич Бэйна, и ботинки есть уже загрейженные. И... Адорадо, и... Нет, он отпрыгивает хук, там столько всего было на него. Нестрачно. Ой, 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 Попал в него, пытается забросить, но он спрашивается. На самом краю там его вцепляют. А, и ульта, убили его. Но в этот момент здесь война. Как раз произошло то, что я говорил. Они бы захотят с пятером давать бой, и пока у них это удачно получается. Ну, тут Войдол немножко тупанул. Дарьян на пофиг врывается в толку, походу. Хорошая реакция у Бергсена. Дамажит Дарьян, но... Мне закупается, Алексич ультит. А куда? Куда полетишь внутрь? Ультит. Не полетит. Не попадает, Генжи ультит, но опять же, ультан не полетит никого еще. Не полетел Алексич. Ну, он подумал, зачем вот как раз отдавать им этот килл за килл, когда нам это не надо. Килл за килл отдавать не надо, ребят. Это им нужен килл за килл. А нам нужно... Один килл, и Ахамбиты в тем временем ушли еще до 500 голды вперед. Но там причина то, что Генжи фрифармился все это время, пока они в пятером тут доедили. Телепорт делает Бьерсон назад прям... Прямо за спину. Но Малу за это время умер, пока он там летит. И пока Бьерсон там пытается дойти, здесь у него всех разобрать. Ну все, он дошел. Флэш от Алексича, стан. Ну все, минус Бьерсон. Таун по двоим попал. Но кто же Генжи-то убьет? Генжи никто не убьет. А Генжи с фулл хп продолжает бить. Дабл килл. Еще один очередной дабл килл для Волгу. Ну это он с Игнаета добил, а первого с руки. Он попался хуком там, ты видишь, он классно хуком попал. И не давал тем самым отпрыгнуть ему нормально после стана. Притянулся и сразу ударил его, и там прукнул удар. И гамбиты быстро ингибитор берут. Восемнадцатая минута игры уже минус мгибитор. Это вот как раз гамбиты, которые вчера были и позавчера. Но фанатики нашли против них ключики, вы видели. Жир набираем. Хотя вроде фанатики играли теми же героями, если так посмотреть внимательно. Просто сейчас гамбиты играют другими героями. И сильнее лайн фазу выиграли. Да, и лайн фазу выиграли, и героев других взяли. Генжи забирает еще себе красный. Двенадцать тысяч преимущества. Забрал? Да, забрал. Кто-то хотел закилл украсть, да. Здесь просто на последнем тике успевает даймитриколиться. Нет, калькулейтед. Два спирит виседжа на команду. Весело так на это смотреть. А причем даймонд продолжает собираться в жир. Никаких там дамейджах, ничего. Жир, жир. Не, ну те тоже собирали в жир, просто они через другие айтемы. Ну вот я хотел обратить внимание зрителей на это. Вот то, что вот видишь, например, этот модред. 600 голды на джанглерский айтем потратил и все, и мне плевать. А дальше я типа рундуинча соберу и все. Зачем мне этот голем, когда я такое творю? Да. Ну то есть он готов на себя все СС принимать с удовольствием. СС-шьте меня, пожалуйста. Лишь бы вы не трогали Генджу и Алексича, а они разберутся с вами. Что сейчас делать Гамбитом? Что за хук был? А, добить тележку. Не въехал сейчас. Такой выбежал быстрее, быстрее, быстрее. Да, да, да. Кинул хук и не добил. Я думал, может он в кассе еще целился, но вроде в кассе что-то не стоял. А если целился, то кто ему поддерживать должен был. Он же соло, я 4-1 могу соло все обучить. Да, 4-1 нормально у меня все. Смотри, сколько у воинов вардов просто там. Ну, команда сказала, купи варды. Он купил, что-то третий слот бы забить. Может уже, конечно, его расставил в третий слот в кардор. Думаю, он расставил постоянно сколько вардов уже в лесу оппонентов. Он 40, он гуляет и чистит все здесь. На самом деле, что ему покупать надо было... Да, он все правильно сделал. Ботеньки на скорость. Шорелли можно было зарашить. Тоже был бы неплохой вариант. Да, у него и так все есть, в принципе, человек. А для команды ускорение особо не нужно, потому что Генжи стоит за спиной. Остальные прыгуны, им ускорения не надо. Они не бегуны. Да, и здесь Шорелли не особо спасет, поможет. Не спасет от них и особо не поможет команде. Да, я тут час после этого сказал... Чушь я сказал, не надо им сошли. Осознал свою штуку. Да, осознал реальность. Опа, там не получился. Миммер пытался Ешка затащить Войду. Не получилось. И Дарин пошел вперед. Ну, у него есть вторая жизнь. И теперь начал уйтизить с флеша. А он правильно сделал, что не ультанул. Я очень часто видел такое. Многие Заки впрыгивают. И получается, что... Ой-ой-ой, его прикроют. Войдл прикрыл. Молодец. Зак вырывается... Врывается во фреза и фриз не уходит. Да, замедление адское. Там еще красный прокол. Каждый удар и вообще не убежать от этого. Так вот, Зак, прыгающий в оппонентов, попадает в четырех. Их же танк попадает тоже в четырех. Какой-нибудь рейник. Ну, вот Шен в данном случае был. И Зак ультит там. А ультит он... Опять хочется матом поругаться. Ну, так чисто. Душа требует. Не за собачьи, вы поняли. Просто незачем было там ультить. А он просто зазонил их в одиночку. Ну, стал Бьеркс на Панкроу. Бьеркс ультит от него мимер, но не успевает он им. Нет, они ему дали прилететь. А бил, а никто не бил. Просто прилети, и мы тебя тоже заберем, чувак. Реально все остановились, кроме Генжи. Единственное, кто и Генжи бил. А все остальные остановились. Мол, дайте долететь. Ну, Генжи пришлось флэш потратить. Не, он не потратил, просто отошел даже. Он даже не тратил флэш. Но не дали забрать барона. Окей. 14 тысяч преимущество. Дрейк это 15 тысяч. Так вот про Зака. Если вы играете за Зака, ну, так получилось в ранкете, в нормале, и прыгаете, и знаете, что у оппонентов есть примерно такой же герой, как вы, там Шен, который на себя примет четырех игроков, то постарайтесь не сразу ультить там. Если только вы, конечно, не зацепили там Фриза, в данном случае Дарьин не зацепил Фриза, он зацепил Молуна и Бьерксона, и в них он не ультанул, он просто бежал рядом с ними. Пока вся команда не справилась с Шеном, и после этого сказали, давай. И тогда он пошел ультить и начал разбивать им лица уже. Ну, не четверен, там, троинь даже, по-моему, он не троих, а двоих задел. Все тех же, Молуна и Бьерксона. Как-то так, как-то так наши идут на нижнюю таурку. Дай мне такой, опа, здесь Мимер. Не ожидал он такого, на самом деле, это выглядело. Генжи изменил себе, а не три Дарана. Он продал, да. С двух альтенов. Как раз, возможно, это тоже был разговор на тему, почему у нас не было так долго Ласт Виспер. Он говорит, я купил БФ, а дальше у меня не было, типа, денег даже начинать покупать его. Ну, типа того, там уж какие-то были разговоры. Я уверен, Гамбиты поговорили после игры, после игры с Фанатиками, после игры с Ивлджиниасами, с Фанатиками, где наш был Ласт Виспер на Адекере, после с Ивлджиниасами. Какого хрена вы ультите, когда Voidl не готов? Ну, в общем, разговор был по душам. Не знаю, как вот разговаривать Ивлджиниасы, потому что, например, Фроген очень милый, добрый мальчик. Ну, серьезно, вот я смотрю его стримы уже много раз на это.